Привет, друзья! Шевченко Александр, и сегодня очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Мы говорим о тех вещах, которые делают нашу жизнь более осознанной, счастливой, которые помогают справляться с бессознательностью и, по сути, выводить те вещи, которые неосознаны в сознательную часть. Сегодня я хотел бы рассказать о такой вещи, как хорошие и плохие новости. Почему это важная вещь? Потому что, ну вот, зачастую мы можем услышать от людей, с которыми мы общаемся, плохие новости. И не только от людей, а из средств массовой информации, то есть по телевизору, из интернета. Как я распознаю, что эта новость является, ну, плохой или негативной, потому что многие люди реагируют, опять же, на такие вещи, как там убийство, преступление, теракт и так далее. Эти новости я называю плохими. Почему они плохие? Потому что они цепляют наше внимание и подвешивают его. И внимание зацикливается на этой новости. То есть эту новость специально создают, в нее вкладывают негативный постулат, негативный заряд, чтобы воздействовать на нас. Чтобы наше внимание задержать на этой негативной новости, чтобы мы думали, ах, как там вот плохо. И, по сути, наше внимание зациклено на этом. И это крутится у нас в уме. А если таких новостей много, то чем мы будем заниматься? Мы будем эти новости прокручивать у себя в уме, без возможности как-то что-то повлиять на это. Потому что, ну, если там, не знаю, произошло что-то где-то далеко от нас, то мы вряд ли что-то сможем сделать этим. Хотя, действительно, можем. Если мы даже услышали плохую новость, как я поступаю с этим, я говорю, окей, да, спасибо, что ты сообщил мне это. Но я плохие новости не хочу слушать. То есть, мне это неинтересно. И, соответственно, я заканчиваю этот цикл. То есть, и люди в следующий раз понимают, что мне такие новости больше сообщать не нужно. А специально в интернете я плохие новости не читаю. Почему? Потому что просто, ну, как бы, если я могу что-то с этим сделать, конечно же, я прочту это и улажу. Но, опять-таки, это необходимо мое осознанное желание. Просто, когда мы говорим о чем-то негативном, то мы сеем у людей страх, панику. То есть, человек начинает думать, а вдруг со мной произойдет что-то похожее, со мной, с моими детьми, близкими, родителями. И у человека включается страх. Этот страх, он о чем говорит? Что у человека включилась, по сути, собственная смерть. То есть, когда он был в одном из прошлых тел, воплощений, то он потерял тело. И это могло сопровождаться какими-то неприятными переживаниями, борью, бессознательностью, негативными эмоциями, страхом, гневом и так далее. И вот это и всплывает у человека, когда мы сообщаем ему такую новость, которая связана, например, с убийством, с грабежом, с изнасилованием, терактом. Эти новости специально создаются системой для того, чтобы удерживать внимание на этом, чтобы мы рассказывали друг другу это. И чтобы у нас включались собственные инциденты, инциденты собственной смерти. Вот. Поэтому системе выгодно, чтобы производить такие вот негативные новости. Что мы можем сделать с этим? Первое. Это просто не реагировать на это. То есть, если даже есть какие-то новости, где-то мы просто не смотрим это. То есть, не смотрим новости по телевизору, не смотрим новости в интернете. Они нам ничего не дадут. То есть, если мы хотим что-то узнать новое, ну, мы можем заходить на сайты и читать только те новости, которые будут положительными. Например, это могут быть новости там, вот я размещаю у себя в группе в Фейсбуке положительные новости о том, что произошло. Например, там открылось какое-то новое, ну, не знаю, там место, парк, построили новую велодорожку, сделали какие-то там улучшения на стадионе, в дорогах. Что-то на какие-то новые направления открылись там в путешествиях, в туризме. То есть, имеется в виду, когда было что-то создано хорошее или убрано что-то плохое. То есть, может быть и такое, что, например, убрали мусор иногда и его больше нету, или сделали раздельный сбор мусора, что тоже немаловажно. Поэтому, когда мы делимся положительными новостями, мы распространяем хорошее, мы распространяем любовь, тету. И, соответственно, дальше у нас этот процесс идет. То есть, важно еще, что мы вкладываем в новость. Мы, конечно же, бывает, можем обозапасить человека от чего-то негативного. Например, вырыли яму возле вашего дома, и вы хотите человеку сказать, вот там будь аккуратен, там яма. То есть, туда не ходи. То есть, это не будет плохой новости. Вы просто с любовью скажете человеку, что вот так действовать не нужно. А если вы будете тиражировать негатив, который льется из нас со средств массовой информации, то просто вы будете потакать системе, будете ее винтиком, и будете дальше тиражировать вот эту ненависть, гнев, боль, страх, все эти негативные эмоции, которые нам пытаются внушить и показать, что люди, бойтесь. Мы создадим террористов, мы создадим теракты, чтобы ввести еще более жестокие правила, и чтобы вы подчинялись. Потому что системе нужны рабы. А если вы не будете рабом, если вы будете свободным человеком и не будете найти на поводу системы, то вы будете частью новой цивилизации, игры, призванной освободить каждого из нас и начать новую игру, игру в новую, лучшую жизнь, основанную на свободе, на свободе личности, на праве каждого на собственную разумность и на праве каждого покинуть игру, если он не хочет больше в нее играть. Поэтому, друзья, я вас приглашаю в новую цивилизацию, в игру игр, в игру освобождения, которая помогает каждому человеку улучшать состояние и становиться свободным и осознанным. Если вам понравилось видео, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал и увидимся скоро в следующем видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok